В условиях коронавируса многие предприниматели, как и начинающие, так и опытные, столкнулись с трудностями. В связи с этим бизнес-инкубаторы страны усилили работу одной из направлений сервис «Мой бизнес». Как он работает, обсудили на совещании в Рио главы Чуваши Олега Николаева с организациями, оказывающими поддержку малому и среднему бизнесу. Центр «Мой бизнес» создан в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Обратившись в центр, любой предприниматель, начинающий или опытный, может получить весь спектр услуг, связанных с началом и ведением бизнеса, подать необходимые документы. Сегодня эта площадка объединяет услуги таких организаций, как Агентство поддержки малого бизнеса, Гарантийный фонд, МФЦ, Центр поддержки и экспорта, Корпорация развития, Фонд развития промышленности. «Разработали более 30 бизнес-планов, это, наверное, то, что касается как раз-таки от идей, и провели ряд обучающих программ, как для молодежи, так и для бизнеса, включая в режиме онлайн. До периода пандемии мы очень активно встречались, в том числе и с молодежью, проводили такие тренинги, как генерация бизнес-идеи на площадках Канарского финансового колледжа, на площадках в рамках мероприятий WorldSkills на территории школ, и, как я и сказал, уже для действующего бизнеса тоже проводили активно семинары и форумы». В условиях коронавируса предпринимателям пошли навстречу, создав льготные условия для получения займов и увеличив их размер. «Мы снизили, во-первых, тарифную ставку по вознаграждениям, предоставили 50% скидку для всех отраслей, кто пострадал непосредственно, увеличили лимит на одного заемщика, если было раньше 10% от гарантийного капитала, то есть заемщик мог обратиться на 56 миллионов, да, то сейчас увеличили до 15 максимальных процентов, то есть 88 миллионов заемщик может единовременно получить». Руководитель региона Олег Николаев отметил, что сегодня принят законопроект о введении в Чувашии специального налогового режима. Самозанятым важно предоставить возможность легализовать свою деятельность. Это дает им дополнительные преимущества, в том числе и получать поддержку в условиях ограничительных мер. Александр Соловьев, Маргарита Мельникова, Андрей Шоклев, Республика.